Средняя школа номер 15 у нас в Бендерах хорошо известна не только качеством знаний, но и вне классной работой с учащимися. Сейчас здесь обучается свыше 500 девчонок и мальчишек. Средняя наполняемость классов 22-23 школьника. К сожалению, в этом году в школе нет 10 класса. Детей этого возраста в учебном заведении было всего 15, а это меньше нормы. Ребят были вынуждены распределить по другим образовательным учреждениям. Одна из основных задач педагогического коллектива – сохранить и повысить конкурентноспособность школы. Сегодня об этом говорили на педсовете. Основной девиз работы этого учительского коллектива – не ребенок для школы, а школа для ребенка. Это подтверждают и сами дети, и их родители. Важно, чтобы дети привыкали к учебе, чувствовали ответственность за свою учебную работу. И, естественно, чтобы они понимали, что им нужно учиться сегодня и им нужно будет учиться завтра. О том, какой должна быть школа, чтобы привлечь больше учащихся, сейчас много говорят педагоги. А дети пишут сочинения на тему «Школа будущего». И пусть здесь больше фантазии, чем реальности, верят они в свои мечты от чистого сердца. Школу будущего я себе представляю как большое светлое здание, окруженное парком или дендрари. В каждом кабинете будут новые индивидуальные парты и стулья. В каждом классе будет интерактивная доска с сенсорным управлением. И каждый учебный кабинет можно будет за некоторое время превратить в смотровой зал для просмотра сферического кино с 3D-изображением. У нас будет очень много новых изобретений в нашем актовом зале. И у нас будут проводиться творческие работы, как вокальная, театральная студия, хореографическая студия. И все наши достижения работы будут очень цениться. И мы будем их представлять, будем ездить в Москву, представлять наши работы. Единственное, что не хотелось бы менять ребятам, это их учителей. Пусть они остаются такими же добрыми, знающими и интеллигентными через десятилетия. Время идет вперед, требуя креатива, инноваций и рационализаторских разработок. Я думаю, что мы будем работать в трех направлениях. Во всяком случае, мы так себе наметили. Это материально-техническая база укрепления, это учебная деятельность и, конечно же, воспитательная. То есть все эти три направления, они должны быть наполнены. И вот сейчас в наших рабочих группах идет обсуждение, каким образом и как это можно сделать. И, естественно, обязательно нужно фиксировать и тот фактор, из каких это должно быть средств. Значительную материально-техническую поддержку сейчас в школе оказывают родители. В прошлом году они помогли переоборудовать инвентарем школьный спортзал. В ближайшее время планируется создать фонд выпускник, где тоже будут аккумулироваться школьные средства. Наталья Сучкова, Иван Зелинский, Бендерское телевидение.